Сыпали, да не досыпали. Очевидцы рассказывали сразу после публикации видео с ручьем, где вместе с водой текла черная жижа. Сюда приехали некие рабочие и попытались засыпать это песком. Но по-прежнему видно, где черная жижа стекала в реку, а главное, где вытекала. Этот канал и дыра под забором явно появились уже давно. Каков бы ни был источник, вода, если это, конечно, вода, продолжает вытекать из-под забора. А вот и та самая загадочная жидкость, загрязнившая пивоварку. Судя по запаху, это действительно нефтепродукты. Кому принадлежит территория за забором и, точнее, откуда в ручей попадают нефтепродукты, пока точно выяснить не удалось. Но местные жители сказали, что жижа течет здесь не первый раз. Обычно она появляется после сильных дождей 2-3 раза в год. Есть у них и своя версия, где находится источник. А что там за забором находится? Вы в курсе? Ливневка, которая идет, это со старосиликатного завода. Мы обратились на сам кирпичный завод, представитель которого, правда, не назвавшись, заявил, предприятие не имеет к инциденту никакого отношения. Мы мазутом не пользуемся. У нас газовая котельная. У нас вот там, ну что там, котельная, рядом у нас хоронилище, это кирпича, ну как бы площадка. Дальше идет мельница. У нас даже бочек-то никаких не имеется. Зато подозрительные емкости нашлись подаль. Изучая территорию вокруг, мы увидели калитку. Проходим совершенно свободно. Ни замка, ни охраны, ни указателей, чья территория. Это место находится ниже предполагаемого источника загрязнения, но при этом ближе к пивоварке. Что мы тут видим? Одна, два, три, четыре, пять, шесть старых емкостей, в которых еще сохранились остатки некоего мазутоподобного вещества. И не только. Вот еще такая емкость. Есть ли что-то там, даже не знаю. А вот, что мы увидели у подножья цистерн. Характерная вязкая жидкость буквально пропитала землю вокруг. Может ли это также являются источником загрязнения пивоварки, еще предстоит выяснить. А пока мы отправили запросы в Росприроднадзор и Природоохранную прокуратуру. Ждем результата. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.